Всем доброе утро, всем привет! Начинаю новый влог. Сегодня, девочки, 2 июня. А вчера я отдыхала, ничего не снимала, занималась своими домашними делами. Ну, кое-какие дела скопились, и в общем, надо было их сделать. И нужно было еще и отдохнуть вообще от съемок, от камер, от монтажа, от всего этого. Ну, что вам рассказать, что я вчера ела? В общем-то, утром опять овсянка у меня была, потом я поела тушеную капусту, котлеты на пару у меня еще есть ела, и что еще? Сходила в магазин, купила я фрукты, овощи, в общем, чтобы было у меня больше салатиков там и фруктиков покушать. А еще я, девочки, не удержалась и купила селедку. Какое раздельное питание! Но селедку я ем с картошкой, я просто делаю в том, что без картошки вот по-другому как-то ее вообще не воспринимаю. Я не могу ее с салатом просто селедку есть. Поэтому я сварила картошечку в мундире и поела картошку. Ну, это я сделала такую вот, знаете, погрешность. Ну, а как без этого? Если чего-то хочется, то нужно поесть. Значит, в общем-то, охудеть, в принципе, это не самая моя главная цель. Моя главная цель сделать раздельное питание и создать комфорт моему желудку, чтобы желудок молчал, и чтобы я его не слышала там и вообще никак он себе не напоминал о себе. Вот. Ну, а картошка с селедкой – это не раздельное питание, поэтому я, в общем-то, сказать, сделала погрешность. Ну, ела без хлеба, с салатом, честно, без хлеба ела. Вообще, аж в смысл. Вот. Вы мне там пишите разные советы даете, да, в комментариях я почитала. Вот попробуйте такую диету, попробуйте другую диету, там, интервальную, там, еще какую-то. В общем, девочки, я за свою жизнь перепробовала кучу всяких разных диет, хочу вам сказать. И, в общем, не все подходят мне. Мне кажется, у каждого человека, вот, все-таки, каждый организм, он индивидуален, у каждого есть свои какие-то там нюансы, которые нужно учитывать. Поэтому не всем подходят какие-то определенные диеты. Ну, может быть, молодым девчатам пока молодой организм, здоровый, могут подойти там какие-то любые. Но, опять-таки, если человек уже полный, даже молодой, все равно там уже какие-то проблемы все-таки с желудком есть. Поэтому самое лучшее все-таки для желудка создать, это вот такую хорошую среду, чтобы метаболизм запускается. И в то же время похудение, оно идет попутно просто, это не цель. В общем, так как это не цель, я не буду взвешиваться каждый день. Сегодня не взвешивалась. Я решила взвешиваться, буду я раз в неделю и смотреть, какие у меня за неделю результаты. Потому что один день там что-то согрешишь, другой день там исправишься немножко. В общем, где-то больше поешь, другой день меньше поешь. Поэтому нужно смотреть уже результаты так за неделю, есть какие-то результаты или нет. Но, опять-таки, мои результаты похудения, это, опять-таки, не самоцель, а просто сопутствует похудение этому раздельному питанию. Вот и все. А еще, девочки, я в магазине вчера купила чай. Вот такой вот липтон-чай, легкость после еды. Здесь, что тут в чае? Ну, 100% натуральные продукты, понятно. Черный чай, фенхель, мята, цветы липы. Ну, в общем, здесь какой-то такой состав, видно, который вот после еды облегчает. Ну, и хочу сказать, да, действительно, меня удивило. Во-первых, этот чай такой легкий, что я его пила без добавления там какого-то сахарозаменителя или чего-нибудь. Вообще ничего не добавляла. Вот заварила в стакане воды, кипятка, заварила этот один пакетик, все. И выпила его без всякого добавления. Он такой легкий, в общем-то, ненавязчивый чай. Так что попробуйте вот такой чай. Вот пятерочки я купила. Сколько стоит, сейчас я не скажу, потому что чек я куда-то уже выбросила, наверное. Вот. Ну, в пятерочке вот такой чай продается. 15 пакетиков в упаковке. Вообще, я чаи не люблю, честно говоря, пью очень редко. И мне мало какие чаи, в принципе, нравятся и подходят. Вот этот мне понравился, правда, такой приятный, легкий и можно пить без сахара его. Ну, и что еще я вам хочу сказать. Почитала еще комментарии. В общем, девочки, не хочу я, чтобы у меня канал был полностью посвящен вот этому питанию. Потому что не все худеют, не всем это интересно. Поэтому я буду снимать влоги. Я просто в каждом влоге буду говорить о том, какие у меня результаты это для тех, кому это интересно. Ну, и буду снимать, как обычно, все подряд. Вот что я делаю, куда иду. И, в общем, что хочу сказать. Буду все это во влогах снимать. В общем, просто я вам хочу сказать. О раздельном питании вы можете даже почитать в интернете. Просто тем, кто еще не знает. Потому что я снимала раздельное питание год назад. И у меня после этого уже много других подписчиков новых появилось, которые не смотрели, может быть, те ролики. Но кратко хочу сказать. Раздельное питание это заключается в том, чтобы белки с углеводами не есть в один прием. Значит, самое главное, между белками и углеводами должно пройти не менее двух часов. Белки можно есть с нейтральными продуктами, то есть с овощами. И также углеводы можно есть с овощами. Ну, а то, что мы привыкли, вот хлеб с колбасой там есть, например, котлетку с картошкой, вот такие вот бутерброды с колбасой. В общем, вот такие сочетания, в общем-то, они не относятся к раздельному питанию. Самое главное раздельное питание, это для того, чтобы желудок вырабатывал одну среду, перерабатывал пищу, и чтобы там не происходило никаких вот таких брожений там и все такое. Вот, не хочу просто загружать теории вот это, это как бы, ну, это вообще отдельная тема. Я же говорю, не всем это интересно, не всем это актуально. Но если кому-то интересно, вы мне пишите это в комментариях, тогда я учту. Если какие-то вопросы, может быть, задавайте, буду отвечать. Ну, и еще, так как мы переходим уже на раздельное питание, если мы хотим уже комфорт создать желудку, то, понятное дело, нужно облегчить его, и, значит, тогда не употреблять вот все полуфабрикаты, нужно их исключить. Ну, и также жирную пищу, жареную пищу, это все, как бы, тяжело для желудка, поэтому мы все это облегчаем. И обычно для того, чтобы приобрести новую привычку питания, нужно, вот новая привычка, она обычно уже задерживается через 21 день. 21 день нужно для того, чтобы вот уже обрести новую привычку вообще в питании в том числе, и в других вещах тоже. Вот, поэтому моя задача главная, это, конечно, выдержать хотелось бы 21 день, именно раздельного питания, а потом уже можно будет где-то какие-то послабления себе делать. Вот эти первые три недели, они, конечно, дадут уже такой хороший результат. А дальше уже можно либо продолжать в том же духе, либо можно иногда там где-то что-то себе позволить. При том, что за этот период обновляется кровь, в общем, полностью обновляется организм. Вот, ну, так как селедку я купила, вчера я съела пол селедки с картошкой, и мне предстоит еще пол селедки сегодня, наверное, доесть. Так что у меня, вот как я вам говорила, с 1 июня я начну. Ну, в общем-то, я все остальное соблюдаю, но вот эти послабления, они просто мой вес остановили, и как бы вот, можно сказать, чистые три недели не получится. Значит, у меня на два дня где-то сдвинется вот это вот все мое. Ну, видите, вот слабину дала. Ну, что делать? Бывает. Ну, а еще я вчера купила клубничку, черешенку, кабачки купила, зелень. В общем, огурчики там прикупила еще такой для салатиков. Так что пока что я готовить сегодня ничего не планирую, потому что мне нужно уже доесть то, что у меня есть. У меня еще и котлеты на пару остались, там еще селедка вот эта. В общем, так что сегодня я готовить новое ничего не буду. Буду уже есть то, что есть. Ну, а что я буду делать сегодня, это мы узнаем позже. Я еще сама не придумала, что я сегодня буду делать. Есть кое-какие дела, которые прям надо сделать, но посмотрим. Кстати, я так надеялась, что с понедельника откроют парикмахерские, и не открыли у нас на этой неделе парикмахерские. Так что я опять вот такая заросшая. Кстати говоря, решила я все-таки укладку вчера сделать, потому что вот эти вот кучери, непонятный бардак на голове, выглядит ужасно просто. И поэтому я уже решила, что надо. Надо волосы мне укладывать. У меня такая прическа, что по-другому никак нельзя. Девочки, кто интересовался, как я делаю йогурт? Вот у меня такая закваска, но она бывает продается еще другая. Покупаем обычно в Ашане, в маленьких супермаркетах нету, только в больших. Вот. Ну, вот в данной коробочке было 4 таких пакетика. Один пакетик рассчитан от 1 до 3 литров молока. Ну, я купила вот на этот раз молоко. Обезжиренное не нужно, но молоко 2,5-3,2. Можно такое взять. Ну, вот здесь вот, например, 1400 миллилитров. Я взяла чуть больше литра, чтобы сделать. Молоко должно быть комнатной температуры, такое вот 25-30-35 градусов. Но не сильно теплое и не холоднее. Ну, и все. Вот это вот молоко. Туда я пакетик замешала вот этого йогурта. И вот в мультиварке я ставлю режим йогурт на 8 часов. Вот я уже включила все это. Налила, помешала. И все, на ночь ставлю. Утром будет готово. Всем доброе утро, мои хорошие. Сегодня следующий день уже. А что я делала вчера? Вчера целый день занималась рутинной работой какой-то. Какие-то бумажки, то что-то распечатать, что-то подписать, отправить, сканировать. То звонки бесконечные какие-то. Вчера у меня уже просто один звонок просто взбесил. Звонят с банка очень часто. Чуть ли не каждый месяц звонят, предлагают какой-то кредит или какую-то карту золотую. Я говорю, спасибо, не надо. А почему? И вот начинают. Я начинаю объяснять, почему. Нет, ну вы вот это вот и начинают работать с возражениями. Я говорю, я знаю, что вам нужно работать с возражениями. Поставьте галочку, что вы поработали уже со мной. И кладите трубку. Нет, а вот это, а вот то. И начинают занудствовать, какой-то там еще парень звонил, он просто что-то тупил. Он молчит, молчит, что-то там говорит. А вы точно да, не хотите. А может быть вы подумайте. В общем, короче, начинают что-то там меня уговаривать. Вот он меня взбесил, я ему лекцию прочитала и сказала. Я говорю, на вашем бы месте сказала бы, извините, спасибо, всего доброго, до свидания. А вы продолжайте, говорю, мне вот это вот мазки сушить. Я понимаю ваша работа. Ну, блин, такие навязчивые все. В общем, наехала на него, положила трубку, у меня же настроение испортилось. Вообще, я человек такой, не люблю ругаться. Для меня вот ругаться, это мне хуже, честно говоря. Ну, что-то я на него уже вспылила. Вот. Ну и что, вечером я поставила йогурт. Кстати говоря, вот я уже не раз показывала, как я делаю йогурт, но все равно спрашивают. Ну, может быть, спрашивают это люди, которые вновь прибывшие на мой канал. Поэтому хочу сказать, один из вариантов, это вот просто молоко и просто вот йогуртная закваска. Если нету йогуртной закваски, то я делала с простоквашей. Просто тоже там, там кажется, 700 грамм молока и 300 грамм простокваши. Просто беру в магазине, вот это все смешиваю и делаю это все в мультиварке, опять-таки на режиме йогурт 8 часов. Правда, кто-то написал мне, что из простокваши, получается простокваша. Не знаю, девочки, этот рецепт я прочитала в книжечке, которая у меня прикладывается вот к этой мультикухне. И там написано классический йогурт, во-первых. А во-вторых, я, честно говоря, не заметила, в общем-то, разницы простокваша это, либо это йогурт. В общем, вкус такой же. И также я это все употребляла, как просто, допустим, попить, я с вареньем ела, с печеньем вот это раньше. Также этот йогурт я добавляю в салаты. В общем, его можно вместо сметаны также употреблять, но там жирность уже не 15%, как я беру сметану, а, допустим, 2,5%, как я беру молоко. Вот. Так что, вот такие вот варианты йогуртов, как бы, делайте, и все нормально будет. Если у вас есть режим йогурт в мультиварке, то нет проблем. Также, если у кого-то есть духовка с точной температурой, то там у вас должно быть в книжечке написано режим йогурт, на какую температуру ставить. И также там на 8 часов вы ставите эту смесь молока, допустим, там с йогуртом. И также этот йогурт получается. Ну, у меня духовка механическая регулировка, поэтому здесь у меня такой температуры нет. Ну, давайте посмотрим на йогурт, что же там получилось или не получилось. Я каждый раз, когда ставлю, утром думаю, получилось или не получилось. Вообще-то должно получиться. Единственное, что йогуртная закваска, если она может быть уже просрочена, или она, может быть, хранилась вот без соблюдения там температурного режима, ну, каким-то образом, может быть, она испортилась, и тогда она, может быть, и не получится. Но у меня обычно всегда получалось, как-то еще ни разу не было, чтобы оно не получилось. Ну, посмотрим давайте. Вот видите, ложечкой она вот так вот берется, как отделяется, да? И, значит, все нормально получилось, заквасилось. Ну, все отлично. Сегодня буду кушать я с йогуртом овсянку, со свежим йогуртом. Ну, вот я взяла овсяночку, вот такую вот, быстров, овсянка по-новому, которая идет. Добавь йогурт. Добавила йогурт, и сейчас 10 минут постоит, и уже можно будет кушать. Девочки, переложила вчера все в белую сумочку свою новую, а сегодня идет дождь. Поэтому одела белую рубашечку. Ну, кроссовки у меня и так он белые, светлые. В общем, вот так вот, прохладненько на улице. Так что я оделась. Иду делать осаго. Ну, что, мои дорогие девочки, сделала я осаго. Вернее, я его продлила просто. Оно у меня уже через 3 дня заканчивается, и вот я позвонила заранее, спросила, сколько стоит, что чего, и уже на все готовенькое приехала. Хочу вам сказать, что осаго не дешевеет, оно дорожает по чуть-чуть. В общем, кажется, что вроде бонус-малус улучшается, а инфляция поднимает цену осаго, и с каждым годом осаго все-таки хоть на 500 рублей, но дорожает. Так что чуть-чуть подорожало, но не сильно, но все равно. Главное, что я это дело сделала, теперь уже могу спокойно выдохнуть и уже заниматься своими личными делами. А то что-то куча дел у меня накопилась за последнее время, не могу как. Вот еще бы парикмахерские открылись, и подстричься было бы вообще просто здорово, было бы шикарно. Ну все, дождик сейчас пока сделал паузу, но он, правда, сегодня еще будет идти. Хотела пешком пройтись по воздуху, но боялась под дождь попасть, и тем более через дорогу ходить, там такие текут лужи, прямо реки. И чтобы уже не вымочить ноги, совсем не простыть, я уже решила сесть на машине проехаться. Так что все, теперь домой. Купила, что мне нужно, тут рядышком и домой. Девочки, я решила приготовить овощное рагу, я пришла домой, проголодалась, лучок нарезала, чуть-чуточку масла добавляю. Лучок я немножко сейчас пассирую, обжарю немножко, и потом буду закидывать туда овощи. Сейчас порежу кабачки, дальше у меня здесь парочка болгарских перцев, парочка помидорчиков, будет зелень еще, лавровый лист, соль, перец, само собой. И я сделаю это с мясом, но это у меня котлеты на пару я готовила, так их кушать просто суховато. Я решила их добавить в овощную рагу, будет у меня такой вот супчик, соус типа жиденького хочется. Так, ну все, сейчас побыстренького надо порезать, все, кубичками. Ну все, я нарезала все кабачки, парочку помидорчиков нарезала, два болгарских перчика. Ой, перца будет много, просто чудесно. Чудесно, я люблю, когда перца много, он такой пахучий, все. Лавровый листик сюда добавим, добавлю немножечко водички, совсем чуть-чуть, ну вот так, чтобы не было много, чтобы это было как рагу. Ну или можно сделать так, чуть-чуть как, как типа супчика, чтобы это было. Вот водичка только показалась, и хватит. Немножко перца. И вкусную соль. Я не досаливаю обычно, потом уже досаливаю в тарелке. Все, ставлю это на режим тушения. И попозже чуть-чуть добавлю туда котлетки. В конце уже зелень. И все. Я поставила режим тушения. Овощи 35 минут. Ну а там посмотрим. Так, зеленушечку я нарезала. Осталось у нас 4 минуты. Откроем крышечку. Кипит все. И очень пахнет вкусно. Так. Сейчас я посмотрю, что тут. Обычно я больше времени давала на тушение. Но сегодня я смотрю, я поставила на режим овощи. А овощи мне выдала тушить 35 минут. И вот мне интересно попробовать, готово ли кабачок. Сейчас я попробую. Если готово, закину зелень. Если не готово, то потом добавлю времени и закину зелень чуть позже. Ну и все. Скоро уже будет готово мое блюдо. Вот так выглядит моя вкуснятинка. Все. Я время не добавляла. Просто оставила настояться на 10 минут. И вот теперь уже все готово. Сейчас остынет немножко и буду кушать. Девочки, такая вкуснятина я уже попробовала. Просто нереально. Самое главное, знаете, что я вам хочу сказать? Вот когда котлеты мы делаем на пару, они получаются... Ну, сначала они такие нормальные, сочные, все. Вот на следующий день они уже становятся такие суховатые. И поэтому, конечно, лучше их добавлять. Либо вот эти котлетки на пару, либо просто вот, если на пару даже мясо мы готовим какое-то, оно просто на следующий день становится суховатым. А если его протушить с овощами, то тогда оно будет уже сочным, нормальным, вкусным. Конечно, привыкла я есть жареную пищу. А жареная всегда она сочная, потому что она на масле. И котлеты, они всегда жареные сочнее, чем вот такие на пару. Но ничего, я перестроюсь. Я привыкну кушать по-другому. Все это методом проб и ошибок. Вот. Ну, а сейчас я хочу покушать свою овощную рагу. Так хочется сказать, свой супчик. Очень вкусный, очень ароматный. Попробуйте, сделайте так. Сейчас я с удовольствием все это съем. А видео я хочу сейчас закончить. Потому что на сегодня у меня уже планов никаких нету, кроме как смонтировать данное видео. Ну, на этом все. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok